Мы вырастили 70 тысяч рекордный урожай картофеля. В общей массе мы в том году вырастили 120 тысяч тонн разной продукции. Тяжелая весна, тяжелая, очень размытые все дороги, давно такого не было. Сейчас в настоящее время работать плохо, ну это банкротство, это работать нельзя плохо или закрыться. В 22-й год мы сработали очень хорошо, можно сказать. Оценка, конечно, не наша, а Министерство сельского хозяйства. Мы вырастили 70 тысяч рекордный урожай картофеля, пшеницы 27 тысяч рекордно. Ну и также горох, подсолнечник, кукуруза. В общей массе мы в том году вырастили 120 тысяч тонн разной продукции. Успешно все продали, готовились к сезону. Хорошие семена, потом это самое главное, севоборот. Это поливная площадь увеличилась. У нас 40 дождевальных машин, уже 3 тысячи поливной земли. Даже у пшеницы и другие сорта горох попадают под полив, около 700-800 гектар. Конечно, хотелось бы больше, но вот нам за 21-й год мы поставили 6 дождевальных машин, но нам субсидию не дали. И тут уже трудновато. Во-первых, обещали, что удобрения подешевеют. Дешевле они не стали. И дистопливо, и все остальное. А это все. Но самое главное, что повлияло на удорожание семян, это перевозка. Даже если нас, партнеры, понимают, то семена, конечно, они выросли. Если мы раньше покупали семена в среднем от 25 рублей до 40, сейчас мы семена покупаем от 35 до 70, даже 90 рублей есть. То есть, семена, которые надо покупать. Но дело в том, что и перевозка подскочила. Если мы до Москвы, раньше с Москвы брали там 35 тысяч, 40, то сейчас 80 тысяч и так далее. Это в среднем. Да, за один привоз 20 тонн картофеля. Это, само собой, накладывает на себестоимость самого картофеля. Но продукция картофель не дорожает. Из года в год цена та же. И вот на сегодняшний день уже картофель опять стоит 18-19 рублей. Не знаю, будет подниматься цена. Но это очень низкая цена, чтобы выжить. Что приходится делать? Это одно и то же. Что на картофеле, что на пшенице. По пшенице мы тоже, у нас семенное хозяйство. Мы выращиваем, работаем, плотно работаем с Краснодарским институтом и Зерноградским институтом. Но больше, конечно, у нас сортов, не больше, а практически уже 100% это Краснодарская селекция. И мы с ними работаем. Также работаем. Национальный центр. Да, Лукьяненко. Да, Лукьяненко. Вот мы с ними работаем. И все направления из-за подорожания селитры, всех этих ГСМ, перевозок, надеются только на хороший урожай. За счет урожая мы еще остаемся, как вы правильно говорите, на плаву, но очень тяжело. Потому что, как бы, субсидий не дали нам, не получаем. По зерну тоже обещали субсидии, но не было, не дали по зерну. И, как говорится, уже стоять тяжеловато. Но мы продолжаем работу. В этом году также у нас посажено 1400 гектар картофеля, пшеницы 4500, гороха почти 570 гектар, подсолнечника 300, ячмень, ну и остальная площадь. Это для того, чтобы выдерживался севоборот, потому что картофель должен возвращаться на третий-четвертый год на свое место. Поэтому нужен обязательно севоборот. Ну, в этом году с осени все было... Вообще, наш коллектив... В этом году было 20 лет нашему коллективу в январе. Мы за 20 лет никогда не нуждались в кадрах. Кадры у нас всегда есть. И сейчас у нас есть очередь трактористов, очередь водителей. Хорошая зарплата. В среднем это 60 тысяч, они получают 65. Но я хочу подчеркнуть, это не сезонно 60-65, а с января по январь. Потому что зачастую я слышу коллеги говорят, у нас тоже такая зарплата, ты нас не удивил. А когда спрашивают, сколько у вас зимняя зарплата, то у них 20-15 тысяч у трактористов. У нас это с января по январь. Хорошая зарплата. Одеваем бесплатно, кормим обеды бесплатно. И поэтому все это слаживается и получаем неплохие урожаи. В этом году точно так же. С осени было заложено все сделано. Возможно и невозможно. Сделано и весной. Вышли в поле красиво все. Но, надо сказать, почему-то скрывают в Ростовской области. А тут даже и скрывать не надо. Видно, до Ростова едешь, что фитофтороз у многих присутствует. И на картофеле, и он не жалеет никого. И пшеница, видно, стоят белыми пятнами. Но, как бы, у нас это нигде, что-то не в новостях, нигде это не озвучивают. Поэтому мы не исключение. У нас, если все сорта, о чем я говорил, подобраны более устойчивы к фитофторозу, а некоторые вообще устойчивы, то для завода, который мы выращиваем, чипсовый, он не устойчив к фитофторозу. И вот именно наша зона, Семикаракурский район, выпало 200 миллиметров дождя. Когда в Багаеве даже не было. Вот в Константиновке не было. Это за какой период? Это буквально вот эти дни, когда бесконечно лил и лил. Мы выбирали окна просто по воде, все равно опрыскивали, все, но не смогли спасти вот 130 гектар картофеля. Поэтому пришлось просто задисковать. Да, поэтому, ну а я хочу сказать, каждый год сельское хозяйство, если в этом году фитофтороз там мы потеряли, то каждый год, в том году, допустим, при том, что я говорю, мы работаем с партнерами, проверяем семена, а в том году у нас была проблема с коломбой, семена, которая просто, она была мелкая, а коломба тоже 70 гектар была. Я к чему это говорю? То, что каждый год, при том, что мы очень тщательно подходим к каждому действию, влаживаем все силы, все равно сельское хозяйство. Это дождь, это град, многие коллеги вот в Краснодаре пострадали, смыло, пассивы, картофель, точно так же фитофтороз в Краснодаре. Здесь у многих фитофтороз, лук, ну, слава богу, у нас лук стоит, все нормально, все хорошо. Ну, при том, что в том году мы тоже потеряли на коломбо и других там некоторых сортах. То есть каждый год риски. Да, вот каждый год риски, потому что все-таки попадаются неблагонадежные такие партнеры, которые пытаются всучить. Когда мы проверили семена коломба, оказалось, это коломба скрещенная с галой. Ну, могли бы так и сказать, да, образно. Но она не дала ничего абсолютно. Вот. Ну, при том, что я уже озвучил данные того года, мы сработали и убрали 70 тысяч картофеля. Урожайность? Урожайность достигала 570-540 центров с гектара, все сорта. Да, кроме вот то, что я назвал, кроме коломба, все. И за счет этого мы покрыли потерянный урожай. Сейчас на это настроены весь коллектив. Вот сейчас идет опрыскивание, сейчас идет полив, идет подкормка. Вот на сегодняшний день все сорта столовые, они в хорошем состоянии. Мы будем пытаться их поднять тоже урожайность, да, определенной урожайности, чтобы перекрыть потерянное то, что есть. Ну, для нас это не странно, потому что это бывает в сельском хозяйстве. Вы сами знаете, каждый год. Это как пшеница, да, одно поле хорошее, другое среднее. Вот в том году были урожайность у нас пшеницы 94, 95, 87, а некоторые поля были и 67, 70. Но средняя-то урожайность все равно вышла хорошая. И получили хороший урожай. Ну, надеемся, как верующий человек, и все тут у нас православные, вот, надеемся, молим Бога, чтобы получить хороший урожай и перекрыть. Тяжелая весна, тяжелая, очень размытые все дороги, давно такого не было. И вот сейчас грейдер ходит, все убирают, ровняют. Но конференция пройдет, вы увидите, что самое главное то, что мы партнеров, те, которые с нами работают и доверили нам эти семена, показать наивысший результат этих семян, мы их не подвели. Я думаю, они сделают сравнение, сравнительные характеристики, ну, и оценят эти семена, и мы в том числе, и мы в том числе. Поэтому настроенная пшеница в этом году, все, сейчас на сегодняшний день сделано все, для качества зерна. В том году у нас весь урожай, 27 тысяч, была тройка. Да, хотя, да, тройка была дефицит. И мы ее продали по хорошей цене, и также заработали, получается, на качестве зерна и на урожайность мы заработали. И как бы покрываем те затраты, которые, вот, удорожание той же химии, удорожание всего, и вот так работаем. Потому что сейчас, в настоящее время, работать плохо, ну, это банкротство, это, работать нельзя плохо, или закрыться. Вот, поэтому в этом году пшеница сейчас в хорошем состоянии, стоит зеленая, стоит, наливается. Горох, сами ехали, видели, ну, если так можно сказать, гороха давно такого не было. Это вот по грудь был, да, по грудь, и стрючков много, все. Надеемся, тоже горох даст нам хороший урожай и поможет перекрыть тоже потери какие-то там на картофель. Чипсово не будет в этом году? Почему будет у нас? Дело в том, что у нас было 420 гектар чипсового картофеля, ну, вот, 300 осталось. Тоже, но тут смысл какой. И те же чипсовые сорта, они у нас посажены весной, и сейчас у нас есть все возможности для того, чтобы поднять урожайность. Хотя у нас чипсы всегда были 400 в среднем центеров, ну, 380-400, но в том году мы некоторые поля поднимали до 450-500 центеров. Вот если мы поднимем до 500 центеров, мы практически закроем, да, и должны выполнить то, что обещали заводу по долгу. И вот тут мы увидели на своих полях, увидели, какие сорта именно у меня на поле дает хорошую урожайность. Мало того, что урожайность есть в кусте, там, 4 картофеля, но они крупные. Но для нас это не подходит. Именно нужно урожайность, чтобы было 10, 8 кубней, 12 кубней, чтобы получить и урожайность, и крупный картофель, и продолговатый, и товарное качество. Обзванивали всех партнеров, те, которые покупают у нас картофель. Что вы хотите на каждый год? Вроде бы, там некоторые говорят, еще мы у них там не спрашивали, будем там это, а это надо делать. И вот каждый год, уже 8 или 10 лет мы спрашиваем, что бы вы хотели видеть, какие сорта на следующий год. Потом мы это задаем вопрос своим партнерам, кто выращивает семена. И даже сейчас под нас выращивают семена, под нас. Да, сорт, который нам требуется. Но тут, конечно, нужно быть очень порядочным и честным, порядочным партнером. Потому что они на нас надеются, вырастят. Я не должен ни в коем случае отказаться. Но это уже как бы недальновидная такая работа. Мы хотим работать с теми, которые смотрят вперед, занимаются серьезно семенами. И мы смотрим вперед и хотим. И они увидели у нас надежных партнеров. Сейчас спокойно сами звонят, отдают нам самые лучшие семена, даже которых в России нет. И мы проводим вот такие вот конференции, проводим испытания. Но получая от этого, вы сами догадываетесь, это хороший урожайный сорт картофеля. Потому что каждый год все равно надо меняться. Потому что можно прийти в тупик. Вот тот же картофель Невский, он уже не дает урожая. Когда-то он был. Тот же картофель Волжанин, он был урожайный, а сейчас не дает. Тот же Жуковский сорт, а он уже урожайный. Мы попробовали в том году 10 гектар Жуковского, вспомнили, красивый картофель. А он урожай на стене дал. 220-250, все. Это сорта, которые уже отошли. Тот же сорт импала, все знают. Его уже у нас нет. Отошел. Поэтому, ну это наш, как бы, конечно, мне говорить легко. Но для этого, чтобы даже поменять сорта, нужны финансы, нужны деньги, нужен хороший коллектив, нужны хорошие агрономы. Вся полностью линейка для того, чтобы вырастить хороший урожай. Субтитры сделал DimaTorzok